Здравствуйте, друзья! Здесь телерадиоканал Страна ФМ, в эфирной студии Юлия Егорова, Роман Шахов и наши гости из культурной столицы. Команда Биллис Бэнд. Мы их ждали. Привет, 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 ребят. Давайте я каждого из вас представлю. У нас в студии Билли Новик, Андрей Резников и Михаил Житких. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы сейчас наслаждались вашим клипом и первой песней, которую мы послушали сегодня в эфире. Пять лет уже, да, эта история получается? Какой сейчас год? 2018. Да, вот пять лет как раз. Да, вот просто у Михаила прозвучал вопрос, а где группа, Билли? Группа в тот раз не поехала в Нью-Йорк, потому что я ездил по своим собственным, личным делам. С неофициальным визитом. С неофициальным визитом, да. И вот так вот прогуливаясь по Бродвею, утренним, нью-йоркским, осенним утром. Решил снять соль. Да, решил снять, ну просто видеоряд. Я просто из тех людей, которые считают, что каждой песне, может соответствовать какой-то видеоряд, чтобы он был на Ютьюбе. Ну можно сделать просто, чтобы в черном квадрате как бы песня шла, а можно сделать в какие-нибудь разные степени сложности, то, что мы сегодня называем видеоклипом, видеомонтажом. Ну вот в Нью-Йорк хороший антураж, я подумал, классно. Я вот сейчас подумала, получается, вы сделали, как многие артисты сейчас любят на Мальдивы полететь. Многие артисты делают, как Биллис Бэнд, мне кажется, такой праздник, да? Да, получается, что в основоположники. Мы просто давно начали, я уверен, что есть куча людей, которые начали еще раньше, чем мы, но... Но у них нет такого вида красивого. Не надо, я считаю, что эта гонка за тем, кто первый, кто там второй, это как бы все. Важно, что ты сделал, вот это важно. Это правильно. Давайте рассказывайте, ребята, как новогодние праздники, как Новый год встретили. И вот с Михаила начнем, вы молчите. Так, я встретил Новый год дома, традиционно. А потом вышел на работу 1 января. Тоже традиционно. А давайте вот об этой традиции поговорим, потому что все удивились сейчас, кто еще не знает, например, кто не живет в Питере, что же за традиция такая 1 января ходить на работу. Андрей, наверное, знает, да. Это присоединяется Андрей Резников к разговорам. 2 января вообще прекрасный, прекрасный рабочий день. Такой светлый, отличный. И именно для концерта это идеальный. Не все сами согласятся. И мало кто об этом знает. Мало кто знает. А вы попробуйте просто вот. Попробуйте выйти в эфир 1 января. 1 января прийти на работу. Подождите, подождите, а мы были 31-го на работе. 31-го это другое. Это еще прошлый год. 31-го это неиспытание. А тут, понимаете, вы со свежей, свежей, с чистого листа, в первый день Нового года. В общем, друзья, то, что... Смотрите, Санкт-Петербург вступает в Новый год с новым хорошим настроением. Почему? Потому что это делает настроение команда Биллис Бен. Все правильно. Да, вот мы подошли к вашим знаменитым, традиционным, как вы говорите, реанимационным концертам. Традиционный реанимационный концерт. Реанимационный концерт. Реанимационный концерт. Это, 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 они, знаешь, конференции сейчас, наверное, пародируют, которые являют выход, ребят, в первую очередь. Ну, обычно нужно артистов реанимировать, вообще, люди. Ну, смотри, какие артисты. Если они начинающие, конечно, их нужно реанимировать. А если люди уже нормально, то они сами колокольчик реанимируют. Просто, кажется, что вы немножко отстаете от времени. Так, выяснить, пожалуйста, Андрей. Новый год в последнее время, вот я, как замечаю, по большинству, ну, наверное, может, это у меня окружение такое, абсолютный семейный праздник. Люди садятся с семьей, красиво, с большим вкусным столом. Да. И где-то в районе часов двух уже расходятся. Боинки. По домам, да. Так. Ну, потому что по телевизору смотреть ничего. Начинается самое интересное. Когда ты просыпаешься вечером, ты уже трезвый. С льдой. И ты думаешь, надо куда-то пойти и что-то делать. Смотришь афишу, а ничего нет. Дети, как правило, уже отданы бабушкам. Да. Потому что это семейный праздник. Поэтому вся семья вместе, дети у бабушек. И у молодых пар появляется возможность куда-нибудь сходить вместе. Идти 1 января некуда. И поэтому мы это еще 10 лет заметили назад. Фишку поймали. То есть никогда не приходит столько народу на наши концерты, как 1 января. Их с каждым годом, что за это им спасибо, их все больше и больше. Да, мне, конечно, жалко, что мы открываем свое ноу-хау и свой секрет. Но, знаете, хорошим надо делиться. Поэтому все добрые люди, ничего не жалко, назначайте концерты на 1 января. Вот помянете наши слова в добрым словом. Тогда наши концерты меньше все равно не придет. По-хорошему завидуем Санкт-Петербургу. Команда Биллис Бэнд остается в эфире страны ФМ до конца часа, друзья. Но сейчас у нас небольшая музыкальная пауза. Телерадиоканал страны ФМ, команда Биллис Бэнд. Мы и в нашем эфире, и в эфире ВКонтакте у Билли Новика. Так что подключайтесь, смотрите, комментируйте, задавайте вопросы. Мы продолжаем тоже спрашивать артистов о музыке и жизни. Вы остановились на вашем реанимационном концерте, а говорят, что вы не только песни там клевые поете и как-то заряжает людей, но еще и кефиром поете. Правда, что ли? Традиционные подарки. Да, вчера было био-однопроцентное. Это не шутка, что ли? Не, не шутка. Ну, Россия традиционная страна, поэтому кефир и мандарины, это, ну, не знаю. Не, ну ладно, в Питере, в Питере пьют, да, кефир? В Москве тоже еще плеще пьют. В Москве с тройной скоростью пьют, потому что здесь, во-первых, народу в три раза больше, а во-вторых, как бы аппетиты тоже, ну, сами понимаете. Все-таки Москва, столица. Слушайте, ну, получается, Санкт-Петербург вы реанимируете прямо сразу, а мы... На следующий год уже известна программа. Давай. Значит, 2019 год. Так заранее? Да, уже, ну, люди понимают, то есть все организаторы знают, что это повод заработать просто вообще супер. Это просто... Про заработать мы отдельно поговорим. Так, что за следующий год? Первое января космонавт в Питере традиционно уже, как и много лет подряд. Второе и третье января, это 16 тонн здесь в Москве. Это уже точно. Нам не надо будет ждать 12 дней. Первое, второе, третье. Ну, четвертое там тоже уже есть заявки, пятое, штое уже все, как бы, ну, почти. Ну, уже трансы прошли. Трансы уже первые прошли, авансы уже получены. Но вот первое, второе, третье, это уже стопудово, как бы, забито. Поэтому торопитесь, берите билеты сейчас, поскольку в ажиотаже... Сейчас они только у нас. Да. Но можно напрямую, просто без посредников. Можно напрямую встретиться у метро и... Как у вас? У вас на сайте можно купить. Каким образом? Ну, мы... Нет, это в личку, значит, пишите, пишите в личку. Да, договоримся. Вы что-то не понимаете, что ли? Там сложная схема, там с журналом. Да, там через офшоры уходят, сейчас половина трансши. Вот они, питерские рок-дронищики. Сейчас, может быть, к концу программы, и у нас с тобой что-нибудь появится. Дорогие друзья, если вы не хотите ждать целый год, то сегодня вечером волшебное музыкальное чудо случится в 16 тонн. 16 тонн в 7 часов, да? Да, в 8. Сегодня, кстати, последний концерт новогодней серии. Последняя реанимация. Да, и в этом смысле я хочу сказать, что только в декабре и вот в начале января мы играем все те новогодние песни, которые мы недавно издали на нашем специальном новогоднем альбоме, который называется «Песни Дедов Морозов». Это песни, вновь написанные группой Белиз Бэнд вместе с нашими, ну, как сказать, любителями нашего творчества. Любители, ваши поклонники. Да, мы объявляем, каждый год мы объявляем федеральный конкурс на новогодние или зимние стихи. Получаем огромный ворох писем, отбираем лучшие тексты. Ну, не лучшие, скажем так, более подходящие для песен. Подождите, то есть такой альбом вы делаете ежегодно? Ежегодно. В идеале, да. Вот к следующему году, я надеюсь, что уже выйдет второй сборник песен Дедов Морозов, он так и будет называться номер два. А «Снегурок» нет, да? «Снегурок» есть, например, роман со «Снегурочкой». Кстати, песни «Снегурок» это может быть отдельно и вообще… Необходимо «Снегурку», чтобы она исполняла… Потому что мы считаем, что в нашей стране немножко не хватает современных песен о новом годе, но не таких как бы не хайповых, а вот таких вот прям душевных. Долго играющих. «Снегурок» родилась елочка или там падают снежинки. Да, этот пласт ушел пока. Пласт немножко… Многие, конечно, его ассоциируют там с советской эпохой, но мы хотим отметить, что наряду с тем, что нам не нравилось в Советском Союзе, с точки зрения композиторства и написания таких вот народных, современных песен, в том числе детских, в Советском Союзе это была сильная школа. Потому что ноги ее росли еще из композиторской школы предыдущего века. Ну, как бы такие люди, как Шостакович, целый ряд композиторов. Ну, там много, да. Была такая профессия. Профессия. Это не шаблоны, это просто то, что создано для людей, то, что можно спокойно петь, и то, что дети могут петь одновременно, впрочем, как и взрослые. И вот наша сверхзадача попытаться, может быть, если не самим, то, по крайней мере, спровоцировать других композиторов, других наших соотечественников и коллег, вот немножко начать поднимать этот пласт незаслуженно забытого творчества. Что касается детей, от детей тебе огромное спасибо за озвучание роли крокодила в мультфильме «Принцессы». Спасибо. Ну, это спасибо Уолту Диснею, потому что именно он меня выбрал, а не я. Просто пришел, давайте я буду. Это не моя добрая воля. Ну, ты же как вообще? Много, наверное, претендентов было. Я не знаю. Это все обычно. Все кастинги хранятся в тайне, и просто в определенный момент раздается звонок, и говорят, что вы выбраны Уолтом Диснеем, компанией в Америке, что вы должны быть российским, у вас миссия, вот, приходите. Да, зато теперь что самое интересное, что когда набираешь, где-то на Биллис Бэнд набираешь... А, это парадоксально. Если в Гугле ввести Билли Новик, то выдается мое краткое резюме, такое даже анкета, где жанр указан детская музыка. Да ладно? Потому что охват аудитории Уолта Диснея значительно больше, чем охват аудитории... Да, Уолт Диснея — это как бы не весь мир, но... Слушайте, неплохо, на самом деле, детская музыка. Это замечательно. Это вообще мечта. Если мне когда-нибудь удастся написать какую-то детскую песню... Которую будут петь все дети нашей страны. Например, и все взрослые. Например, «В лесу родилась елочка». Это же потрясающая песня. Если даже вслушаться просто в музыку, которая там окажется примитивной, на самом деле, там вот... Знаете, как все гениальное просто, но это скорее даже изящно. Спасибо. К этому надо стремиться. Мы сейчас изящно закончим разговор ненадолго, а потом к нему вернемся также. Оставайтесь в компании «Страна-ФМ». «Лучшее в стране» на телерадиоканале «Страна-ФМ». «Страна-ФМ» не без гордости представляет команду «Биллис Бэнд». Сегодня у нас в лучшем в стране. Ну, а вечером в 16 тоннах будет реанимационный концерт. Друзья, приходите. Прямой кефир. Прямой кефир, мандарины. И там обязательно будут Билли Новик, Андрей Резников, Михаил Житких. Вот мы сейчас с Мишей болтали, что год был какой-то очень клевый на личные события и на профессиональные. Необычная запись, запись альбома необычная. Экспериментальная. А что, что, это вот студийный лайф то, что, да? Да, вот Билли подробно расскажет. Мы записали виниловую пластинку, которая по своей сути является студийным лайвом, то есть живой альбом, записанный не на концерте, а в студии. Но, учитывая специфику времени, когда очень сложно продать там компакт-диски или там кассеты. Время синглов, ты имеешь в виду это? Даже нет. Я имею в виду, очень сложно продать записи. То есть компакт-диски народ не покупает, на флешках торговать как-то некрасиво. Но можно скачать, когда можно все скачать. Можно скачать, но практика показывает, что люди все-таки предпочитают пока скачивать бесплатно. Айбом нужен как сувенир. А бороться за то, что вот, вы нарушаете наши права, вы скачиваете бесплатно. Неохота. Мы уже взрослые дяденьки, грызться там за каких-то этих центов мы не хотим. Мы придумали изящное решение. Очередное. Мы решили пригласить на студийный лайф в студии людей, чтобы они смогли стать свидетелями записи прям виниловой пластинки, которая останется практически навсегда. Но до тех пор, пока ее не выклюнут на помойку. А виниловые пластинки на помойку выкинуть существенно сложнее, нежели компакт-диск, согласитесь. Это у коллекционеров все останется. Да, и поэтому с этим виниловая пластинка Беллис Бен. Круто прийти в настоящую старинную студию. Прямо на записи. И ты понимаешь, что с первого дубля, вот видишь, не получилось как бы. Ну все как есть. Подожди, а дубли были? Были, было по три-четыре дубля. Все по-честному. Сколько людей набилось в студию? Человек 50? Человек 50. Ого. Были такие дорогие билеты, что мы думали, что вообще никто не придет. Но все-таки есть. А, вы на этом заработали, конечно. Конечно. Пластинка окупилась еще до того, как мы начали ее записывать. Еще до того, как мы вообще это сочинили. Что касается сочинительства, кто пишет сейчас, рассказывайте? Сейчас в основном пишет Михаил как композитор. И тексты по-разному. На последнем альбоме «Слегка», который вышел, ну теперь уже в позапрошлом году, большинство текстов написал Сергей Резников. Это вот непосредственно родственник, если не сказать отец. Если не сказать отец. Если не сказать. Уж давайте называть вещи своими именами. Родной отец. Что касается песен Дедов Морозов, то тут мы по-прежнему призываем всю страну присылать нам ваши новогодние... Не только на Новый год можно, да? Нет, в течение года. В течение года, да. А вы эти песни уже поете? Уже, уже есть диск. Вы можете зайти на iTunes и посмотреть там Биллисбэн «Песни Дедов Морозов» и скачать за там 59 рублей целый альбом. Это суперкруто. Ребята, только на Новый год вы это делаете или вам присылают по-друге праздники? Эти песни не всегда же, Ромочка, всегда можно. Вот если ты захочешь в мае написать стихотворение, Первомай, День Победы. Нет, пока нет, пока нет. Пока объявлена тема официально только песни Нового года, которые мы сами выбираем. День Победы в перспективе. Да, второй шаг это будет каждый День Победы. Будем выпускать в дань памяти, уважения нашей истории и подвига и так далее. И затем я планирую еще подключить страну в виде федерального конкурса на песни о Петербурге. Это будет большой цикл времена года в Петербурге. И потом, естественно, на очереди Москва, потому что это все-таки столицы нашей Родины. Это будет какая-то одна лучшая выбранная песня про Петербург или это тоже опять же? Нет, нет, предположим, придет тысяча текстов. Из тысячи текстов мы выберем 10, из них сделаем сборничек. Из них, например, сделаем «Петербургская весна». Да, весна в Петербурге. На вас музыка будет. Потом выйдет четверной альбом, может быть, «Виниловый», который будет называться «Времена года» в Петербурге. Потом, естественно, «Времена года» в Москве. Потом, например, сборник «Российская природа». Нескончаемым потолком просто идут ваши идеи. Это круто, на самом деле. Когда есть песня о московской зиме, например? Есть. Какая? Песня про московскую зиму. Про московскую зиму. Ну, можно пока Петербург. Вот как есть зимний Ленинград, например. Есть какая-то зимняя Москва. Московская осень сразу приходит на ум. Есть такая тема. Хорошо. Иванова. А зима нет. Новогодняя Москва, зимняя Москва, что-нибудь такое. Слушайте, ребят, а вы сами-то успели отдохнуть сейчас куда-нибудь, слетать, что-то поделать? Вот между концертом 1 января и... Я не знаю, как вы. Вот я от перелетов лично очень сильно устаю. И для меня отдых — это как раз отсутствие перелетов. Вот. Я лично отдыхаю... Ну, как бы для меня отдых — это быть дома. Потому что работа — это быть в пути, значит, отдыхать — это быть дома. У меня такой личный вопрос. Логика очевидна. Музыкантам платят. Да. Не за музыку, а за дорогу. Дорогие друзья, из Петербурга к нам прилетели замечательные артисты команды «Биллис Бэнд». И сегодня ребята будут раздавать кефир и хорошее настроение в виде музыки в 16 тоннах. Начало во сколько? В 19 часов? Нет, в 19 пусть приходят люди, а уж там мы начнем попозже немножко, как обычно. Восемь. Чуть-чуть. Все. Новогодние песни. Это, кстати, новогодние песни. Надо закрыть этот гештальт. Да, мы сделаем небольшую паузу, сейчас после которой вернемся в эфир «Страна.ФМ». Оставитесь поблизости. Лучшие в стране. На телерадиоканале «Страна.ФМ». У нас сегодня музыкальный праздник. Гости из культурной столицы «Биллис Бэнд» на телерадиоканале «Страна.ФМ». Друзья, говорим о жизни, о музыке, ну и вообще обо всем, о всем. Где-то прочитала я в одном из ваших интервью, что первый раз вы почувствовали себя знаменитыми в Мюнхене. Есть такое? А второй раз в переходе где-то в Россию 500 рублей вы заработали. И было это лет, там, вот сколько, коллектив сейчас 17. Мы когда-то начинали, как мы начинали, как уличная группа. Вы вообще помните вот этот период? Помним, очень хорошо помним, да, я помню. Мы встали, попробовали на улице, смотрим, типа, все работает. Потом мы начали, как бы, отшлифовать те моменты, которые работают лучше, чем те, которые работают хуже. И как бы начался такой конструктор. Огранка. А? Огранка. Огранка. То есть выяснять, какие моменты работают, какие не работают. Мы их концентрировали, концентрировали, концентрировали. Потом выяснилось, что это работает не только на улице, но и в закрытых помещениях тоже. Вот постепенно так вот. А вот эта история, когда, вот цитирую, вас словили звезду, участвовали в каком-то крупнейшем джазовом фестивале в Монреале, по-моему. И вы были единственным коллективом, который исполнял песни на родном языке. Единственным коллективом за всю историю фестиваля, который... Ну-ка похвастайтесь, расскажите, что это была за история, потому что вот это какой-то очень важный, ключевой момент был для коллектива, насколько я понимаю. Не, ну что хвастаться, на самом деле для нас удивление, что нас... Мы удивились больше. Мы удивились, что нас вдруг позвали на крупнейший североамериканский фестиваль. И, кроме всего прочего, мы его открывали на площадке на 7 тысяч человек. Нормально. Кстати, вот говорят... А это было просто по звонку, да? Видите, вот говорят, что есть противостояние, там, Запады, там, и России, там. Да-да. Вот, пожалуйста, пример. Поставили русскую группу, открывать крупнейший североамериканский... На русском языке. На русском языке, пожалуйста. Смотрите, дружба народа. Ну, не знаю, может быть, джаз всегда противостоит, как бы, там, политическим интригам. Он немножко отдельно всегда, да? Во-первых, отдельно он показывает, что есть что-то, кроме политики у людей. Вообще музыка противостоит. Да. Ну, там нет такого, на самом деле, понятия джазов в фестивале. Там оно немножко, ну, по-другому все происходит. Это... Да, это праздник города, это как ярмарка такая. Там в течение 10 дней, там, куча площадок и 350 шоу. В одном из, вот, мы, так сказать, и участвовали. Это не то, что там... Это просто большой-большой праздник, который объединяет... Там люди, не важно, нравится тебе джаз, не важно, там, не нравится, хочешь, ходи, хочешь ходить. Да, и вот тоже хочется сказать, что в Америке понятие джаз, оно размыто. Такого нет, что вот этот джаз, это не джаз. Джаз, это вот просто синоним весело. Счастье. Весело, вот, клево. Это праздник такой, праздник. А вот какой джаз, это какая-то математика, физика. Ой, нет, нет, кто хочет джаз, пожалуйста, нет! У нас просто в нем толку не знают, не разбираются. Или я вот сейчас делаю ошибку? Нет, преподнесено неправильно. Неправильно даже неправильно преподнесено понятие, потому что, когда говорят джаз, ты должен быть, а, нет, я должен быть умный, я должен быть там... Я еще пока не готов там... Или я должен быть хотя бы взрослым? Может быть, завтра. Завтра-то надо бабочку надеть, чтобы джаз слушать. Ребят, чтобы начать слушать джаз, потому что кто-то вдруг сейчас... Надо прийти на концерт Биллис Бэнд и все понять один раз. Вот, начать с Биллис Бэнд, друзья. Экспресс-обучение. Да, просто придите хотя бы один раз в жизни на Биллис Бэнд и все поймете. Хорошо, если ребята, например, наши зрители, слушатели, не все смогут прийти, с какой пластинки были с Бэнд, надо начать знакомство с джазом. Надо именно с концерта начинать. Да, это правда. Джаз, в понимании которого не хватает у нас в России, джаз, это прежде всего, это как бы легко и весело. Настроение. Настроение разное бывает, а я и говорю о легкости и о веселье. То есть я понимаю, что у нас даже профессионалы относятся к этому нелегко. У нас есть джаз академический, у нас есть элитарный джаз, а вот такого народного джаза в России, кроме Биллис Бэнд, нет. Вот, народный джаз. Народный джаз, да. То есть это широкий джаз. И вывели сейчас определение вашему стилю. Это веселая музыка, которая не является подчеркнутой современной в плане звуков инструментов, нет электроники. Как бы традиционный набор инструментов, это фортепиано, контрабас, не знаю, саксофон, гитара. То есть эстетика все-таки, это классическая, это не сказать старомодная, это все равно что сказать, что галстук это старомодная тема, или классические костюмы это старомодная тема. Это как бы вне времени тема, точно так же как контрабас, фортепиано это все старомодное, это просто обычный, так же как гитара, это все старомодное. И, собственно, песенный компонент Чтобы было не скучно слушать Чтобы слова на русском языке Все понятно, о чем поют Вот такая мысль И это весело, не надо напрягаться вообще Что-то Михаил загрустил, мне кажется Представил кое-что Михаил с разными артистами работает И всех помирить очень сложно Ну, кстати, про артистов Вы сказали, что Готовы работать с любыми артистами И коллаборации создавать И все, на самом деле Вопрос готовы ли артисты с нами работать А с кем-то вы, кстати, сотрудничаете? Последнее сотрудничество было С одним из представителей Лейбла Black Star L1 А что-то это у меня информация пришла Мы записали вместе трек У него была такая серия Где целый альбом Содержит в себе эстетику Старых советских песен И такими фрагментами включаются Вновь записанные Цитаты Из Прошлого И вот Мне удостоилась честь На меня выпала честь Вместе, кстати, с Варварой Висбор Вот в одном из трек Исполнить Песню Там, где клён шумит Красиво Ну, рэп пока не читайте Рэп мы уже Уже закрыли Сказки Мы отстают Этот гештальт мы закрыли Ещё в седьмом году Хорошо Песня какого года сейчас будет? Оторвёмся по-питерски Это 2005 год Вот, 2005 год Как она появилась вообще? Потому что песня хитовая Ну, я как бы вообще планировал Начать свою деятельность Тайно В рубрике Русский шансон Так Но потом повстречал неформалов Хорошо Давай подробности чуть позже покажем И стайно не получилось Питерская команда Билли с Бен Сегодня в гостях У телерадиоканала Страна.ФМ Одна из самых ярких песен Оторвёмся по-питерски Только что была в эфире Ребят, как Значит, Билли Стал рассказывать Как она появилась Вы не сильно изменились, кстати Билли Только бровь по-другому Как это сейчас двигается Кстати, я хотел сказать Что в этом клипе снимался Наш товарищ И бывший сосед Андрея Рыжика Артур Ваха Между прочим, заслуженный Заслуженный И что интересно Что обычно он исполняет роли Ну, например, Леонида Ильича Брежнева Во всяких фильмах Там и так далее Таких докторов Он ещё немного играет Докторов Таких серьезных Да, и вот он снялся У нас подружный Не зря, не зря подружный Ну, это, по-моему, одна из лучших ролей Так что Ваха, спасибо большое Очень круто Так, а по поводу Во-первых, Питерский Изначально я-то, ну, я сказал, что Я задумывал быть Как бы тайным шансонщиком Да А почему тайным-то, Билли? Ну, потому что Как бы я из культуры Семьи Я приличный человек Я, у меня нету ни одной судимости Ну, сейчас Алисандр Это как бы есть Но административно По административным правонарушениям По По Медицинское образование Мы вообще молчим Ну, немножко, ну, как бы В моей среде Петь шансон Ну, как бы Не очень Не культурно Не принято Но судьба-то распорядилась Но я познакомился с неформалами И они сказали Давай А у меня изначально Песня Погуляем по-питерски А ребята предложили Давайте оторвемся по-питерски Ну, сделали Оторвемся по-питерски Добавили туда балканского драйва Такого И вот получился Такая алкоумция Которая, конечно Сейчас Немножко неудобна Но с другой стороны Мы уважаем Эту песню Она дала нам возможность Сейчас нам С людьми делиться тем Что нас действительно волнует То есть такими альбомами Ну, тогда все отрывались Подождите, да? Тогда все отрывались Да, было такое время Такой рассвет постмодернизма В России Сейчас, слава богу Я не понимаю, куда идет Хотя понимаю Но не буду говорить Сейчас скучные все Чуть-чуть постарели, да? Немножко Да нет, наоборот Помолодели Я вот смотрю Вижу, что все молодеют Слушайте, ну, если выражаться Все-таки попробовать культурно Куда идет? В деконструктивизм А постмодернизм Переходит в деконструктивизм Сейчас как бы Модные вот эти, знаете Такие Вот самым лучшим примером Является такая Современная Европейская архитектура Которая, знаете Когда вот Все вот такое косое Так вот Прямо с земли выходит Какой-то косой пласт дома Например Здесь какой-то Прилеплена еще Какая-то странная фигура То есть это смесь Дигитальной И Архитектуры В самом деле Деконструктивизм То есть цифровая И деконструктивистическая Архитектура И это на самом деле Маркер времени То же самое Есть практически во всех Пластах культуры Сейчас просто Люди переключают канал Быстро Но это Приведет к нам Не-не-не Вы не дооцениваете Наших телезрителей Все Мне кажется Это рано или поздно И уже мне кажется Начинает проводить к тому Что повышается спрос Населения На классические Виды искусства Вот И это меня очень радует Через деконструктивизм Мы придем К классическому искусству Круг замкнет Круг замкнет Вы обережаете время Мы всегда слишком Обережаем время Вот например Мы начали делать джаз Десять лет назад И я говорил Что через десять лет назад Джаз будет играть В гипермаркетах В сетевых столовых И будет играть везде Не говоря о кафе И там уютных Всяких ресторанчиков Так и есть Я приехал Это уже не просто Уже квартал там Или как там Да Элитный квартал Здесь в центре Москвы В Марьинбурге Джаз называется Джаз называется Премиум какой-то Я приехал в Великий Новгород В Ленту Зашел в гипермаркет И там просто Элла Фиджеральд Поет фоном Понимаете Это просто Это победа Под картошечку Друзья Это победа Не, ну А я считаю Что победа Что например Ваша музыка И ваше выступление Востребовано Везде по миру Завтра вы летите В Лондон Да? Да Я сейчас какую-то тайну Рассказала Не, не, не У нас официальный визит Это не секрет С официальным визитом Да Я могу даже озвучить Основные мотивы Там Но это на нашем сайте Я лучше потом Отдельно вам скажу Тем, кто посмотрит Наш канал Нет, ну это круто Учитывая Две театральные программы Которые мы К сожалению Пока имеем возможность Показывать только в Петербурге И Москве Вот в Петербурге Например Мы покажем 17 и 18 февраля Две программы Одна из них называется Блюз в голове Блюз в голове Блюз в голове И в ней принимает участие Замечательный драматический актер Наш друг Такой Евгений Ткачук Ну вы наверняка Его могли видеть В сериале Урсулика Тихий дом Дон В приключения Мишки Япончика Однажды в Одессе Какая форма У вот этих постановок То есть Это исключительно песни Это музыкальный концерт С театральными вкраплениями Я бы сказал так С интермедиями С монологами Коротенькими Такими вот Ключевыми Одна голая Компактная правда Слушайте А вы их снимаете на видео Чтобы где-то посмотреть Пока еще нет Нет Пока мы хотим Ждем достойного предложения Чтобы съемка была качественной Чтобы звук с ней Так что Так что вот Я резюмирую Что 17-18 в Санкт-Петербурге В музее современного искусства и арта Будут вот эти два наших Театральных концерта А в марте Возможно В конце марта Скорее всего В Москве Пока неизвестно точно Где Но возможно будет Я думаю Что точно будет Но вот Но мы желаем вам решить Все что было Действительно Ждем подтверждения Это не новый год Вот так сразу Слушайте Ну здорово На самом деле У вас весь год Расписан И практически Наверное И мероприятие гора Ну Хотелось бы поменьше А вместе отдыхайте Вот просто например Не гастролируем Вот мы отдыхаем сейчас Мы жили в общаге Лондона Нижнему Тагилу Нижнему Тагилу тоже нужен джаз И новогодние песни Пока они не уехали в Лондон Этим вечером Дорогие друзья В 16 тоннах Приходите Получайте кефир И настоящую музыку Ребят Спасибо что пришли У нас просто нет слов Мы вас любились Да Ничего что я вообще Ромочка Можешь Могу да Спасибо вам огромное Мы желаем Что все ваши проекты Состоялись в этом году Спасибо И И хорошего концерта Сегодня прям Да 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 Классного концерта Спасибо Приходите Спасибо друзья Приходите к самому концерту Сегодня Мы приглашаем Мы приглашаем Официально Официально Все заметно Команда Биллис Бэнс Сегодня на стране ФМ Большое спасибо ребята До встречи Всего доброго Пока 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 пока